Девушки отдыхают Рапонсор канала Петрович, можно ли пить сырое яйцо по утрам, когда не хватает витамина D? Вот яйцо пить сырое можно В любом случае это дело хорошее Одно яйцо сырое А вот что касается дефицита витамина D Давайте об этом поговорим Вот свое время, будучи таким маленьким-маленьким-маленьким Я слышал следующее Что достаточно подержать вот так вот ручки на солнышке В течение буквально 5 минут Вот так вот, вот так вот Этого достаточно для того, чтобы организм вырабатывал достаточное количество витамина D Но, вот что-то эта проблема как-то вылазит Многие уже спрашивают И, ну, давайте разбираться с этим И сразу же мы будем с вами разбираться И будем стараться решать проблемы Значит, что такое витамин D? Это вещество, тут с таким мудреным названием Кальциферол, то есть витамин, который способствует усвоению кальция Значит, он регулирует обмен кальция и фосфора То есть от чего зависит крепость наших костей Обеспечивает нервно-мышечную проводимость Хорошо То есть нервно-мышечная проводимость Это значит отсутствие судорога Работу иммунной системы и деление клеток Ну, иммунитет вроде как ясно Защита нашего организма Чтобы было деление клеток Хорошо Витамин D был четвертым в ряду обнаруженных витаминов Поэтому получил порядковую букву А, Б, С, Д Ну, давайте поговорим От чего тут возникает дефицит А витамина Значит, смотрите Вот тут очень важно следить за моей мыслью Форма витамина D Которая оказывает воздействие на клетки То есть биологически активной Является кальцитриол Который образуется в печени и почках Из своих неактивных биологически инертных предшественников Та-та-та-та-та-та-ка А предшественник это Холикальциферол и эрго-кальциферол Холикальциферол в основном вырабатывается в коже Под действием солнечных лучей С пищей он поступает в меньших количествах То есть не зря нам говорили В те далекие советские времена Что пребывание на солнышке Умеренное пребывание, так сказать, загорание Вполне достаточно для того, чтобы у нас Не было никакого дефицита этого витамина D Но, теперь смотрите Биологически активная форма Она образуется в печени и почках Из неактивных То есть если у нас Вот теперь уже начинал Если у нас в печени или почках Имеется какая-то слабина То естественно эта слабина Будет влиять на то, что Из предшественников вот этих Холикальциферол и эрго-кальциферолов Биологически активный кальцитриол Не будет получаться И поэтому Натали спрашивает Можно ли пить сырое яйцо по утрам, когда не хватает витамина D? То есть мы думаем, что если там В продуктах, в которых содержится витамин D Мы нафигом туда его будем впихивать в организм Этого будет достаточно для того, чтобы у нас там был витамин D Оказывается, если у нас Печоночка и почки ослаблены То сколько бы мы туда не пихали этих вот витаминов Они могут просто-напросто не усваиваться Запомнили это Запомнили То есть должно быть здоровье печени и здоровье почек На здоровье печени и почек влияет наше питание Мы уже сразу даем рекомендации Питание Очень хорошо использовать в данный момент сокотерапию Есть в моих книгах рецептура соков Которая как раз на почки хорошо влияет На печень хорошо влияет Плюс естественно чистенькая печень Почему когда мы нормально очищаем печень Мы ее очищаем не для того, чтобы вот тут убедить камушки, которые вышли Мы ее очищаем для того, чтобы вот этих вещей у нас не были Чтобы у нас были кости крепкие И никаких судорогов Плюс из этого вытекает еще следующая рекомендация Вот допустим, а как определяется там нехватка этого витамина D Ну, сейчас дальше мы там почитаем Ну так, примерно Вот смотрите Кости начинают у нас становиться слабыми То есть вымывается кальций из костей А почему он вымывается? Тут влияет витамин D или отсутствие физической нагрузки? То есть должна быть особая физическая нагрузка В основном это ходьба Ходьба, которая давала бы нагрузку на скелет Запомнили? Значит, концентрацию витамина D определяют в крови В крови сейчас все норовят анализы Я не буду приводить какие-то анализы А вот дефицит витамина D во всем мире Наблюдается примерно у 1 миллиарда человек Охо-хо-хо-хо Смотрите, если вообще 7 миллиардов проживает на планете Земля Практически у каждого 7-го наблюдается дефицит Ладно, давайте поговорим о причинах снижения витамина D Значит, смотрите Ну, первое Недостаточное образование под воздействием ультрафиолета Ну, там все там Можно говорить, что тут и ношение закрытой одежды Загрязнение воздуха там смогом Длительное нахождение в неосвещенных помещениях Также неправильно использование солнцезащитных кремов Вот это вы все, значит, для себя отлаживаете, отлаживаете, отлаживаете Так вычеркиваете Значит, насчет одежды нет, насчет того нет, насчет того нет Что? Вот эти все причины не для вас Либо же вы носите одежду, пользуетесь активно солнцезащитными кремами Много находитесь в помещении Естественно, у вас происходит снижение витамина D Вот здесь, вот здесь надо работать Не яйца пить, а вот здесь Считается, что темный цвет кожи в некоторых случаях также способствует Ну, я бы его особо не брал Далее, вот третье Снижение поступления с пищей Вот на пищу я бы тут, ну, меньше обращал внимания Но тем не менее, тем не менее Вот если человек нормально питается, как положено Знаете, как вот я советую Согласно работе пищеварительной системы человека И к каким продуктам эта пищеварительная система приспособлена Но если человек начинает увлекаться вегетарианством В самых различных типах Сыроедением в самых различных типах И дальше аллергия на молочный белок у него То есть нету лактозы То это начинает постепенно запасы Резервные запасы витамина D истощать И начинаются вот эти все вещи Поэтому и вегетарианство, и веганство, и сыроедение очень хороши Но важно все это правильно применять для себя Это целая наука Это требует довольно-таки и много знаний И постоянного слежения за своим питанием И обратная связь со своим организмом Анализ, как все происходит Если вы это дело не умеете делать Лучше за сыроедение О, вегетарианство, веганство, вегетарианство и так далее Не браться И теперь значит аллергия на молочный белок Смотрите, что у нас дальше может получаться Я бы так сказал Аллергия на молочный белок Ну это одно Это говорит о том, что вообще-то есть люди Которые не пьют молоко И чувствуют себя нормально И прочее, прочее Я тут хочу подчеркнуть следующее Важно понимать, как работает Ваша вообще пищеварительная система И как раз вот четвертый вопрос Снижение переваривания И всасывания в кишечнике Которые формируются по следующим причинам Медики так говорят Возрастные изменения Там непереносимость некоторых Злаковых культур Из-за того, что там глютен имеется Глютен замазывает Что делает глютен? Этот белок Который замазывает нам ворсинки В тонком кишечнике И не дает всасываться Вот разного рода витаминам Другим полезным веществам И в том числе витамину D Ну, непереносимость лактозы Это была Воспалительное заболевание кишечника Остановимся Воспалительное заболевание кишечника Что это такое? Вот тут Вот тут Под этим простым Воспалительным заболеванием кишечника Зарыта огромная собака То есть, это как правило Воспаление может там возникать В основном из-за причины развития Болезнетворной микрофлоры Несвойственной организму Которая ведет вот это все воспаление В результате у нас могут отключаться Те или иные поля в желудочно-кишечном тракте Где идет всасывание того же витамина D И дефицит, пожалуйста, он тут как тут Значит, там надо навести порядок Воспалительное заболевание кишечника Характеризуется в основном Пучит, стул ненормальный То понос, то запор и так далее То есть, от запора избавиться однозначно Это, смотрите, несколько иную информацию Она у меня есть Книжка Все о запорах Я там разобрал Все о запорах, понимаете? Далее Наведение порядка Вот это вот, чтобы микрофлора нормальная была Но вот здесь в основном Лично я использую И очень доволен Это семитминно Снимает разного рода заболевания И плюс, естественно Плюс, естественно Чтобы не было вот этих воспалительных заболеваний И не провоцировалось развитие Болезнетворной микрофлоры Это правильное питание Правильное питание Это последовательность потребления пищи Чтобы жидкости шли впереди В начале еды Потом там, допустим И салатики у вас были Либо тушеные овощи Потом цельные кашки Чтобы у вас не было вот этих вот Неперемешимых белков Некоторых злаковых культур То есть, если у вас цельное будет Зерно от кашки Все будет нормально Если оно будет Вот все у вас Булочка там мелкого помола Значит, ждите вот это вот Неприятности с этим Глютеном и так далее Мука представляет собой Клестер, клей Который вот там начинает То есть, крахмалистый клей Раньше крахмалистыми клеями Заклеивали окна Чтобы вы знали На зиму Бумажка, клей В этот раз Все, потом отлепили, протерли Запомнили И правильное сочетание продуктов Чтобы правильным сочетанием продуктов Мы с вами не провоцировали Вот эти все Развития болезнетворной микрофлоры И не провоцировали Что что-то у нас переваривается Что-то не переваривается Чтобы там не было Разного рода слизи Более крупных там Листов и так далее Потому что вот это все Это заболевание кишечника Это туда относится И мы будем с вами Есть витаминчик D из яйца Глисты будут Аскориды Сидеть у нас там В желудочно-кишечном тракте В тонкой кишечнике Ооо, зашибись Давай, давай, давай Мы будем все больше И больше, и больше И лучше плодиться Запомните это Значит, я вам рассказал Воспалительное заболевание кишечника Далее, состояние после операции На кишечнике Ну, вот это сделали у меня Аппендицит И пожалуйста Геморрой Все это вздутие там Все это там такое Видите Хроническое воспаление Поджелудочной железы Чтобы хроническое воспаление Поджелудочной железы Вы возьмите у себя Блокнотик И записывайте Если у вас есть Вот что-то вы съели И только чувствуете У вас такая Опа Опоясывающая боль Воспалилась она И если вы не понимаете И вы ту же пищу едите И она у вас переходит Действительно В хроническое воспаление Естественно Поджелудочная железа Перестает нормально работать Выделяет соответствующие ферменты Ферменты Поджелудочной железы Особо не выделяются Те вещества На которых они должны действовать Они не действуют Значит Они подвергаются Бактериальному разложению И пошло у нас Уже воспалительное Заболевание кишечника Со всеми вытекающими Последствиями Повышенное расходование Или депонированная Витамина D Возникает во время беременности В детском возрасте При активных физических Нагрузках И ожижении Запомнили Что может быть И повышенное расходование Это как правило Женщины беременности Вот тут Допустим Тогда Ну я думаю Во время беременности И можно Там и съедать И сырое яйцо И более того Вот эту Шкарлупу Потому что у меня Есть такой пример В бане мне один Батюшка Рассказал Что У него 5 детей И у жены Целые зубы Целые зубы Потому что Она когда была беременна И кормила Малышей Грудным молоком Она всегда Вот эту вот Яичную шкарлупу Высушивала Перемалывала И добавляла в еду И получалось Что И кальций там Усваивался Там и витамин Д был И все это нормально В детском возрасте В детском возрасте Что там Если слишком много Ребенок Знаете Опять таки Сладкие напитки Вот антагонисты Кальция Потому что В конце концов Витамин Д Его дефицит Определяется Что кости Хрупкие Зубы Там Плохие Уже По этим причинам По конечным А не то что там Берут кровь И определяют Уже Важно Следить за тем Что ребенок Кушает Чтобы было Салатики Были у него Тушеные овощи Были Цельные кашки Были Кстати Вы можете в книжке Посмотреть Где много Витамина Д Но опять таки Вы должны понимать Его у нас Нормально Вы вышли Загорели Все там Такое Что его Нечего пихать Если он У вас Организм работает Нормально Но если Вот Мы с вами Только прошлись По этим Ненормальностям Их надо устранить Если мы их Не устраним То тогда Пихайте Этот кальций Витамин Д И прочее И в Сарановом Его мало было Итак Ну перейдем К симптомам Дефицита Витамина Д Хотя это Надо было Сказать Какие же Это симптомы Снижение Физической Выносливости Общая слабость Даже если Человек Нормально спит Мышечная слабость Слабость Особенно в области Шеи Плечевого Тазового пояса Бедра Лопаток Мышц Спазмы в мышцах Мы говорили Боли в суставах Человек Теряет равновесие Бывает Какая нибудь Хроническая боль Плохая концентрация Внимания Головные боли У меня кстати Очень редко Голова болит Перепады настроения Беспокойство Или депрессия А вот тут Перепады настроения Возможно Больше всего Вот эти Перепады Настроения Будут влиять На Дефицит Витамина Д То есть Следите за своим Настроением Не вините Что Вот она Перепадает И витамина Д Нет Нет Вы должны Осознанно Следить за настроением И Это настроение Вам никто Не должен Испортить Далее идут Нарушение сна То есть Какой-то Беспокойный Неполноценный Сон Вы должны Чувствовать Что полноценно Вы Вы Повышенная Повышенная Потливость Повышенная Потливость Это если Раньше Не было А потом Она Начинается Вы Значит Должны Обратить На это Ну В зависимости От того Повышенная Потливость В теплое время Или вообще Она у вас Повышенная Потливость Это уже Такой симптом На который Надо бы Обратить Внимание Повышенное Давление Крови Вот она была Такой Так Становится Ну Это Коственная Сухость Кожи Выпадение Волос Частое Простудное Заболевание И плохое Заживление Ран Ну Это все Коственные Коственные Вещи Которые Могут Проявляться И при Других А вот Непосредственно Явное Проявление Дефицита Витамина Д Так как Витамин Д Его Недостаток Отрицательно Сказывается На обмене Кальция И фосфора В виде рахита Размягчение Костей Разжижение Костной Ткани Которые Чаще всего Проявляются У взрослых И у них же Ноги Знаете Становятся Такими Вот Как это Уобразные То были Нормальненькие А потом Ну значит Рахит Ясно Понятно И здесь Не столько У детей Надо смотреть Что Дефицит Витамина Д А насколько Его Организм Вот Исследуйте Поражен Вот До этого Мы говорили Поражен Желудочно Кишечный Есть ли у него Паразиты Как он работает Без вот этого Дутья Без этих Поносов И так далее Вот если Имеются паразиты Есть у нас Вот это Дутье Вот Вот так вот То Естественно Как следствие У нас будет Вот этот Рахит И опять таки Не пихать туда Витамин Д А вот Убрать вот этих Всех жильцов Нормализовать работу На желудочно-кишечный Трактор Рахита нету Не забывайте Вот буквально Таким Мамочки Всей семье своей Вот у вас там Два-три ребенка Утречком встали И всем им там По Грубо говоря 15 зернышек Тмина Натощак В рот положили И они при вас Запили Чтоб это у вас Знаете Стало как это Привычку вошло Семья будет здоровая А так будете Лечиться Остеомиоляция Размягчение кости Это нарушение Минерализация Костная ткань После завершения Ее роста А вот здесь Здесь Чтоб вот этой Остеомоляции Не было Надо давать Нагрузочку Кости Также должны Получать нагрузку Тогда они Берут кальций Они берут Питательные вещества Для того Чтобы быть Здоровыми Крепкими Если этого нет А что она там будет Знаете Вот эта Остеомоляция Где наблюдается У космоса Космонавты Полетели туда Нету Нагрузки На кости И этот Кальций И все там Такое Впрочем Невесомости Вымывается Знаете Так В десятки А то и в сотни Раз быстрее Чем это Чем тут На земле И в результате Люди приходят С космоса После там Допустим Полугода Пребывания Да они уходить Там не могут Они могут Действительно Сломать себе Ноги Из-за того Что такая Вот хрупкость И далее Остеопороз Хрупкость Ломкость Костей Также У взрослых Снижение Костной массы Из-за Образования Дефекта В органическом Какасе Кости Что приводит К повышенной Ломкости Костей И склонности К переломам Опять таки Нету Должной Нагрузки На кости Она должна быть Есть такой Закон Чтобы вы Хорошо Знали И понимали То что Не используется В организме Приходит В упадок И атрофию То что Используется Укрепляется Обновляется И служит Нам долго Ну можно Еще знаете Дополнительно Сказать Это О Симптомах Остеомоляции Это будут Неприятные Ощущения В костях И мышцах Боли В костях Скелетах Особенно В внешней части Позвоночника Где самая Большая Нагрузка Но еще Боли В тазовых Костях Костях Голени Стоп Которые Усугубляются При физической Нагрузке И далее Уже Возникают Хронические Боли В этих местах Податливость Костей Возникновение Болезненности В костях Даже при Большом Надавлении Вот Надавили Особенно На Голени У меня Не возникает Еда Позвоночник У меня Идет У меня Рост И осанка Улучшились То есть Я даю Соответствующую Нагрузку На Скелет В целом И у меня Совсем По-другому Плюс Энергетика Вы чувствуете Какая энергетика Я сегодня Занимался Так Сутолость Изменения Осанки Формирование Горба Пожалуйста Нету Нагрузки И все это Начинает Вот так вот Кривиться Я наоборот У меня Все распрямилось Так Опять таки Боли в костях И позвоночнике Особенно В пояснице В пояснице Где больше всего И самые крупные У нас кости Далее Снижение Выносливости Силы мышц Это из-за того Что нету Должной Нагрузки Депрессия Считается Что депрессия Возникает Депрессия Возникает Вследствие того Что человек Чувствует Что он Это все Утрачивает И В результате Того Что И осанка Становится Плохой И в результате Того Что И Слабость Мышц У нас И походка Становится Неуверенная Такая У нас Повышается Риск падений С переломами Особенно Шейки Бедра Поэтому Очень важно Чтобы вы Давали Физическую Нагрузку На организм Чтобы костные Ткани У вас Получали Вот тогда Организм Начнет И вырабатывать Витамины Это Д И посылать В кости Кстати Если посмотреть На вот этот Вот Рисунок Который Ясно Показывает Вот допустим В 20 лет У нас Был Самый Высокий Рост Кстати У меня Такой же Рост В 67 Лет Как У меня 20 лет У нас Происходит Можно Так сказать Усыхание Скелета Из-за того Что Нет особой Нагрузки Расслабляются Мышцы Они уже Не держат То есть Мышцы Должны Держать Осанку Естественно Держать Осанку Естественно Должны Быть Сильные Все Это Делается За счет Того Что Человек Занимается Физическими Упражнениями Хотя бы Ходьбой Получается Что Позвоночный Стул Проседает Как Вот Видно На втором Рисунке И Вот Внутренние Органы Начинают Из-за Слабости Бушной Стенки Потихонечку Вываливаться Наружу Все Проседает Далее Вот Смотрите Даже Ноги У нас Длина Ног Остается Та же Самая Но Из-за Слабости Позвоночного Столба Которую Я тренирую С помощью Гравитационных Гимнастик У нас Происходит Его Усыхание И Проседание С Изменением Величины Межпозвоночных Дисков Они Уплощаются В результате Позвоночник Становится Короче Где Он будет Сильнее Всего Давить Он Естественно Будет Больше Всего Давить В районе Поясницы Где Больше Всего У нас И Нагрузка Дается В результате Там И начинают Боли Все Это Дело Смотрите Еще Более Такое Как бы Сохранение И Проседание Нашего Позвоночного Столба Слабость Мышц Брючного Пресса Атрофия Вот этих Всех Наших Мышц Приводит К тому Что Еще Больше Проседает Становится Осанка Неправильная И плюс Внутренние Органы Буквально Таки В виде Яйца Уже Выпирают Из Брюшной Полости Мы Еще Так Сказать Садимся Ниже К земле Здесь У нас Наблюдается И Смещение Внутренних Органов Которые Начинают Приносить Свои Проблемы Падает Функционал Вообще Организма Выносливость Сила Жизненность Все это Падает Но все Что там Нужно Поддерживать Посмотрите На меня 67 лет Как я Хожу А И в результате Рост уменьшается Сантиметров Сантиметров Так На 20 Из-за Того Что Идет Искривление Позвоночного Столба И усыхание Усыхание Подразумевает И То что Нервная система Которая расположена В позвоночном Столбе Перестает нормально Работает Иннервировать Внутренние органы И они уже Начинают Чадить А не работать Все Идет Знаете Вот эта Немощь Старческая Немощь Но всему этому Можно противостоять Легко и просто И не столько С помощью Витамина Д Как нагрузки Запомните Должна быть Нагрузка Сам Витамин Д Ничего не делает Он может Это все сделать Только С правильной Нагрузкой С правильным питанием С правильным мышлением С правильным отношением К себе Как я вам рассказал Мое обращение К посетителям Канала Поддержите канал Поставьте Лайку Дайте какой-нибудь Отзыв Это простые вещи Я не прошу вас денег Поддержите меня Вот таким вот образом Это канал Не для того Чтобы вас развлекать А для того Чтобы вам помогать